Слово Бога Слово было у Бога Слово было Бог И Слово стало плотью И ходило с нами И ходило между нас Это было видимо Слово Божье видимо Слово Божье ощутимо Слово Божье действующее Слово Божье живое Человек не хлебом только жив будет Иисус сказал Когда он говорит Когда дьявол приходит Когда дьявол подходит Иисус говорит Не только хлебом Но Словом Которое Бог говорит Слово имеет способность Воплощаться Способность действовать Иисус действовал Словом Как он действовал Отгонял сатану Как он действовал Потом противостоял сатане Мы читаем Матфея 4.4 Не всяким хлебом Но Словом Когда мы смотрим дальше Матфея 8 глава Он говорит Восьмая глава Но Иисус ответил Так 16 стих Когда же наступил вечер К Иисусу привели много людей Одержимых демонами Он изгнал Духов Словом И исцелил Всех больных Что-то происходило Словом Что-то было принято В начале От слова То, что мы принимаем Мы просим Бога Чтобы Бог каждый день Давал свежее слово Свежее откровение Я прошу об этом Не для того Чтобы мне Воскресенье проповедовать Я прошу Бог Мне нужно новое Мне нужно свежее Мне нужно откровение От тебя Для того Чтобы жить Есть кафедра Передо мной или нет Мне все равно Я тебе говорю честно Один человек в зале сидит Или 30 сейчас Я тебе говорю честно Я все равно Ищу его слово Я все равно Жажду его слова Потому что Его словом Я буду жить От его слова В моей жизни Вера растет И праведной верой Жив будет И я буду жить Каждый день Я буду ходить Живой Потому что Я принимаю от него слово И я принимаю это слово Оно воплощается во мне И оно живает в веру Оно знаете Оно переходит в веру И эту веру становится Видно Эту веру становится ощутима Вера От слышания Да И оно воплощается Смотри интересно Это тоже Восьмая глава Матфея Если у тебя есть Библия Ты можешь открыть Очень быстро Потому что Я быстро проповедую Я хочу высвободить То слово Которое Бог дает Поэтому я говорю А ты должен успевать Не спи Матфея Восьмая глава Я сказал Я сказал шестнадцатого стиха Он изгнал Духов Словом И исцелял Всех больных Семнадцатый стих Это было Исполнением Слов Пророка Исаии Вау Кто-то пришел На эту землю Для того Чтобы что-то Исполнить Кто-то стал Воплотившись В слово Чье-то слово Что какой-то Пророк Исаия Когда-то За семьсот пятьдесят лет Просто сказал Просто Высвободил То что ему Бог говорит И это было Исполнением Слов Пророка Исаии Когда он Взял наши немощи И понес Наши болезни Восемнадцатый стих У меня в скобочках В новом русском переводе Написано Будущие последователи Иисуса Я читаю Восемнадцатый стих Когда Иисус Увидел Что вокруг него Собралась Большая толпа Он велел Ученикам Переправиться На другую сторону Озера Вау Исполнение Слова Становится Видимым Исаия Пророчествовал Это видно было Не видно Иисус Приходит Становится Исполнителем Слова Которое Пророк Когда-то Высвободил И это Слово Оно становится Реальностью Знаете Какая реальность Была для людей Почему Вокруг него Была толпа Почему Они пришли Послушать Пророка Исаию Да они Каждую Субботу Его Слушали Но Приходит Иисус Берет Что-то И воплощает Это Не просто Прийти в субботу В синагогу И прочитать Того же Исаию Которого Они уже Заездили Так Что ни для кого Не удивительно Они уже Все на память Знали Но Слово Должно Было Воплотиться Слово Должно Стать Реальностью Слово Должно Стать Плотью Не Не грешной Плотью Потому что Русские языки Интересны Плоть В смысле Видимым Видимым Ощутимым Знаете Как бы Телесно Видимым Глазами Видимым Слово Пророка Исаии Воплощается В Иисусе И народ Что-то Видит И народ Что-то Слышит Больные Исцеляются И бесы Выходят И видя Это Они следуют За Иисусом И здесь Те которые Переводили Библию В скобочках Написали Будущие Последователи Иисуса Христа Будущие Апостолы Знаете Почему Потому что Они из первых Кто это увидел Они первые Кто заметил Это откровение Не просто Ла-ла-ла Знаете Бла-бла-бла Как говорится Есть сайт Такой Движение На машинах Бла-бла-кар Я думаю Что такое Бла-бла Это сокращенно Ля-ля-ля-ля-ля Ну у нас Так вот Разговорчики Разговаривать И мы привыкли Видеть Или слышать Разговорчики Разговаривающих Но Не исполняющих Понимаете Поэтому Яков писал Будьте Исполнителями Слова А не просто Слушателями Знаете В чем разница Разница в том Что Исполнитель Он слышит И он Воплощает Он Воплощитель То есть Он Воплощает Он Исполняет Но Всякий Тот Яков Дальше Пишет Кто Знает Это Яков Первая Глава Но тот Кто Слушает Но не Исполняет Он Подобен Человеку Который Пришел К зеркалу Посмотрел На себя Ушел От зеркала И забыл Как он Выглядит Бред Кто Забыл Как он Выглядит Через Пять минут Который Посмотрел На себя Утром Причесался Отошел От зеркала И ты Забыл Как ты Выглядишь У нас Таких Нет И он Говорит Это Смешно Поэтому Слово Которое Приходит Оно На 99,9% Нуждается В реализации Иначе Это Вот Смешно Это Непонятно Ну как Это Оно Приходит Поэтому Мы Жаждущие Видеть Его Слышать Его Исполнять Волю Его Познавать Что Из воли Его Блага Угодны Совершенны Для Своей Жизни Лично Мы Жаждем Чтобы Это Слово И Это Откровение Пришло Но Не Просто Пришло Мы Не Коллекционируем Откровения Есть Религия Откровений Целая Ну Я Это Не Неофициальная Религия Это Я так Назвал Религия Откровения Это Когда Знаете Встречаешься С А ты думаешь Что Здесь Значит А потом Открывает Ты еще Не успел Договорить Как ты Думаешь Он Открывает Другое Место А вот Как Ты Считаешь Вот О чем Здесь Написано И Вот Это Ты Разговариваешь С кем То И Ты Видишь Целая Религия Откровений Все Знает Все Трактует Все Истолковывает Все Переводит Но Когда Я Хочу Увидеть Это Слово В тебе Стало Воплотилось Ли Это Слово В тебе Ноль Результата Я Понимаю Секрет И ключ К тому Чтобы Иметь Силу И Это Слово Подверждалось Силой Это Исполнение Это Исполнение Потому Что Всякое Слово Приходящее Но Нереализованное Невоплощенное Оно Не будет Иметь Силу Бог Дает Силу Семени Чтобы Оно Выросло Понимаешь Бог Дает Жизнь Бог Дает Жизнь Но Если Это Семя Знаете Вот Иисус Интересно Он Говорил Народу Притчами Он Говорил Притчами Он Говорил Сеятель Сеет Семя Одно Упало Туда Третье Туда Четвертое Туда И Он Говорил Про Слово Которое Каждый Получает Иногда Нам Кажется Что Это Только Для Этого Мира Когда Мы Евангелизируем Ему Пришло Тому Не Пришло У Того Ворона Пришла Украла А у Того При Дороге Упала Понимаешь Но Я Верю Что Бог Он Настолько Универсален Что Он Для Каждого Дает Откровение Своё И Это Слово Которое Всегда Приходит От Бога Это Откровение Это Понимание Это То Что Павел Когда Говорил Все Вы Можете Пророчествовать Все Вы Можете Слышать Бога Все Вы Можете Видеть Бога Это То Что Приходит Тебе Вопрос Вы Свобождаешь Ли Ты Это Либо Ты Позволяешь Воронам Воровать Вору Воровать И Вот Если Это Невостребованное Остается У Тебя Как На Полочке Как Вот Такая Религия Откровений А Я Это Знаю Откровения А Я Это Еще Знаю Откровения А Я Еще Вот Это Откровение Запишу А Что Ты Мне Новое Расскажешь Знаете Есть Такие Вот Я Приду Послушать А Что Ты Мне Новое Расскажешь Ничего Тебе Новое Не Скажу Знаете Как Фарисей Подходит К Иисусу И И Искушая Его Спрашивает Говорит А Что Мне Сделать Чтобы Иисус Что Не Знает Что Он Знает Закон Да Знает Он Круто Фарисей Знает Иисус Знает Кто Кого Пытается Обмануть Я Вот Только Я Не Знаю Знаете Он Спрашивает Дорогой Вот Что В законе Написано Самое Самое Важное Ну Как Что Возлюби Бога Всем Сердцем Всей жизнью Ля 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 Все Трактует Иисус Такой Молодец Следовать Понимаете Все Настолько Просто Что Вот Эти Откровения Просто Положенные На полку Но Не Воплощенные В жизнь Они Становятся Религией Они Становятся Традицией Они Становятся Мертвым Семенем Которая Не Выросла Понимаете Из семени Что-то Должно Вырасти Но Это Семя Оно Взращивается Богом Тогда Когда Оно Ложится В правильное Сердце В правильную Почву Наше Сердце Оно Должно Быть Готово Потому Что Может Прийти Дьявол И Украсть Его С Моего Сердца Да С Моих Мыслей Да А Какое Он Умеет Право Приходить И Воровать Потому Что Он Вор Иисус Очень Четко Рассказал Давайте Я вам Прочитаю И вы Проследите Смотрите Интересно 13 Глава Матфея О Мы Сегодня По Матфею Идем Я и не заметил Самое первое Евангелие От Матфея Я так понял Слово Сегодня Про Слово И это Основа Всего Вначале Было Слово Евангелие Нового Завета Начинается С Матфея Поэтому Дорогие Мы В первом Классе Обновляем Как Петр Писал Я Напоминанием Как там Возбуждаем Вас Здравый Смысл То есть Я вам Напоминаю Чтобы никто Не похитил То что Бог вам Дает И вот Теперь Будь Внимателен Смотри 13 глава Матфея С 10 стиха Тогда Тогда Ученики Класс Мне это Нравится Знаете Я уже Сразу Откровение Получаю Походу 4 глава Матфея Иисус Противостоит Дьяволу Словом Да 8 глава Матфея Иисус Идет И противостоит Всем бесам И болезням Чем Словом И Увидели И за ним Последовали Да И теперь 8 глава Ой 13 глава Ученики У него уже Есть ученики Это плоды Движения Слова И воплощения Слова Смотрите Тогда Ученики Подошли И спросили Иисуса Почему Ты говоришь Людьми Притчами Иисус Ответил Вам Дано Знать Тайны Небесного Царства Класс Если Им Дано Было Знать То тем более Нам Тем более Рожденных Свыше Тем более Наполненных Духом Святым Но для тех Дальше он говорит А им Не Дано Обидно Но справедливо Потому что У кого есть Тому Будет Дано Еще А у кого И у него Будет В изобилии А у кого Нет Будет Отнято И то Что он Имеет Я говорю Им притчами Потому что Они Смотря Не Видят Слушая Не Слышат И Не Понимают В них Исполняется Пророчество Исаии Вау Опять Пророчество Опять Слово Что делает Слово Исполняется Поэтому По-моему У того же Исаии Кто помнит Это место Где написано Слово Мое Вышедшее Из уст Не возвращается Зачетным Но Исполнит Все то Для чего Оно Было Послано То есть Оно Исполняет Понимаете Оно Исполняет И оно Исполняется И это Видимо Иисус Приводит Вот этот Пример Пятнадцатый А Четырнадцатый В них Исполняется Пророчество Исаии Вы будете Слушать И Слушать Но не поймете Будете Смотреть И смотреть Но не увидите Знаете Два раза Слушать Это Больше Чем Просто Слушать И два Раза Смотреть Это Больше Чем Просто Раз Увидеть Говорят Лучше Один раз Увидеть Чем Сколько Семь раз Услышать И вот Иисус Говорит Слушать И слушать Будете Видеть И видеть Будете Сколько Вы не Напрягались Все равно Не увидите Почему Потому что Пятнадцатый Стих Потому что Сердце Этого Народа Ожесточилось Оно Стало Жестким Да Они С трудом Слышат Ушами И Глаза Они Закрыли Чтобы не Увидеть Глазами Не Услышать Ушами Не Понять Сердцем И Не Обратиться Чтобы Я Исцелил Их Тому Кто Не Видит Тому Кто Не Слышит И тот Кто Сердцем Не Понимает Нужно Исцеление Знаете Что Нужно Обратиться 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 К Богу Потому Что Только Он Говорит И Оно Приходит В Исполнение Иисус Ничего От себя Не Делал Он Просто Делал Слово Божье Став Словом Он Просто Встал В Это Пророчество Исаии Идет А он В какой-то Момент Встал В это Пророчество Прошел Два Три Шага Исполнилось Пророчество Все Таки Вау А он Говорит Не Не Вау Это Уже Было Понимаете Потому Что Это Слово Когда-то Было Высвобождено Но Не Было Материального Не Было Видимого Понимаете И Вот Иисус Стал Словом Поэтому Он Говорит То Что Вы Слышите Пусть Оно Входит В Вас То Что Вы Видите Пусть Оно Входит В Вас И Сердце Ваше Чтобы Не Было ожесточенным И Вы Видите Царство Божье Они Не Видят У Них Закрыто Но Вы Видите Он Говорит Блаженны Ваши Глаза Блаженны Ваши Глаза Потому Что Они Видят И Ваши Уши Потому Что Они Слышат Говорю Вам Истину Много Пророков И Праведников Жаждали Увидеть То Что Вы Видите Но Не Увидели Желали Услышать То Что Вы Слышите Но Не Услышали Так Послушайте Что Значит Притча Осеятеля Послушай Что Это Притча Значит Когда Кто-то Слышит Весть О Царстве И Не Понимает Ее Приходит Дьявол И Крадет То Что Было Посеяно В сердце Дьявол Имеет Власть Там Красть Где Не Укоренено Где Закрыто Где Просто Лежит При Дороге Не Пустило Корни Не Проросло Не Пошло В стебель Не Пошло В плоды Но Осталось Голое Лежать Невостребованное Слово Нереализованное Слово Нереализованное Откровение Это Значит Лишь Что Я Получаю Откровение И со Всеми Делюсь Нет Не Значит Есть Слово Которое Ты Принимаешь Для Себя И Оно Растет В тебе Есть Слово Которое Принимаю Для Того Чтобы Говорить С Крыш Ну С Кафедры Есть Слово Которое Принимаю Для Своей Семьи И Я С Наташей Мы Каждый Вечер Гуляем Друг С другом Общаемся Друг С другом Делимся Откровениями Делимся Мыслями Это То Что Нужно Нам И Если Я Подойду К Другой Семье И Начну Делиться С ними Хорошее Слово Да Не Вопрос Хорошее Правильное Слово Но Оно Не Не в Правильном Месте Оно Падает Не в Правильную Почву Когда Спрашивают Совет Я говорю Совет Но Я Не Хожу Не Делюсь Откровениями Потому Что Меня Прет Вот Если Тебя Прет Значит Есть Та Площадка Есть То Место Куда Оно Должно Упасть И Где Оно Должно Реализоваться Понимаете Это Разный Уровень Это Разные Сферы Это Может Одно И То же Слово Быть Одно Это Откровение Для Тебя Здесь И Сейчас И Это Свежее Для Того Чтобы Ты Мог Жить Дальше Для Того Чтобы Ты Мог Ходить Для Того Чтобы Ты Мог Воплощать Его Это То Слово Которое Будет Иметь Силу Потому Что Сила Приходит Там Где Это Слово Падает В Сердце Где Дьявол Не Приходит И Не Крадет Потому Что Ему Просто Нет Места Там Потому Что Там В Правильной Почве Это Слово Действует Оно Не Уйдет Оно Будет Исполнять Иисус Говорил Если Любите Меня Исполните Мои Заповеди Это Не Имеется Ввиду Заповеди Ветхого Завета Это Имеется Ввиду Повеления Желания Знаете В других Переводах Написано Повеление Что Иисус Ты Желаешь Знаете Когда Павел Встретился Будучи Савлов Встретился С Иисусом Говорит Кто Ты Господи А потом Что Повелишь Мне Делать И Вот Повеление Иисус Не Говорил Ему Знаешь Десять Заповедей Да Понятно Знаю Лучше Тебя Лучше Всех Парисеев Знаю Все Десять Заповедей Знаете Все Что Ему Нужно Было Что Повели Мне Делать Понимаете Это То Слово Это То Откровение Которым Потом Павел Был Жив Понимаете Он Жил Этим Он Понимал Иисуса Он Слышал Иисуса Он Чувствовал Иисуса То Что Было Не Закрыто А Открыто Уже Потому Что Он Был Тот Который Видел Но Не Видел Слышал Слышал Но Не Слышал И Церковь Гнал Потому Что Так Понимало Его Сердце Это Понимание Ты Поступаешь Точно Так Как Ты Понимаешь Павел Писал Кто До чего Достиг Как Достигло Твое Понимание Да Тот В том И Пребывает Когда Саввл Пребывал В этом Понимании Потому Что Однажды Какое-то Слово Он Услышал Слово Написанное Но Не Слово Сказанное Повеление Написанное На Камне Но Не Слово Сказанное Но Глаза Его Открылись В Какой Момент Когда Он Принял Слово Живое Когда Бог Побудил Одного Говорит Иди Помолись За Савва Говорит Не Пойду Потому Что Он Убьет Меня Говорит Пойди Помолись Потому Что Он Слепой Тебя Еще Догнать Надо Пойди Помолись Все Равно За Него Глаза Которые Должны Увидеть Потому Что Иисус Сказал А Вы Видите Ученики Видели Ученики Слышали Для Кого Притчами На Пальцах Он Говорит Вы Знаете Вы Видите Вы Различаете Потому Что Слово Мое Пребывает В Вас И Слово Которое Должно Реализоваться Он Говорит Если Вы Любите Меня Соблюдете Исполните Эти Повеления Это Именно Исполняет Его Слово И Когда Ты Становишься Синхронно С Его Словом С Его Откровением Ты Становишься С Откровением Одно Со Словом Ты Становишься Одно То Что Происходило С Иисусом Став Словом Будучи В теле Такое Как Ты И Я Имеем Точно Так же Ты Сегодня Получая Откровение С неба Ты Становишься Одно Этим Откровением И Это Откровение Тебя Уже Формирует Это Откровение Тебя Уже Несет Понимаете Оно Ведет Тебя Это Откровение Но Слово От Бога Потому Что Некоторых Несет Но Это Может Слово Этого Мира Слово Плоти Буква Может Просто Буква Закона Нести Тоже Она Имеет Свой Дух Религии Это Тоже Дух Просто Он Религиозный Дух Он Имеет Вид Но Не Имеет Силу Имеет Форму Но Не Имеет Содержание А Живое Слово Оно Не Имеет Форму Оно Ищет Форму Оно Ищет Тело Как Понимаете Дух Божий Носился А потом Где Реализовать Где Реализовать В чем Реализовать Вдохну Кое Дыхание Жизни И Вдохнули И стал Человек Душой Живой Все Есть Форма И Живая Жизнь Живая Душа Произошла Понимаете То есть Слово Сказанное Но Невостребованное Непринятое Нереализованное Оно Не имеет Силы Сегодня Мы Жаждем Чтобы Получать Всегда Каждый День Каждый День Проси Его Каждый День Будь С Ним Ищи Его Если у тебя Вакуум Пустота Ты ничего Не видишь Ничего Не слышишь Может тебе Просто Как Иисус Говорил Пока Не обратятся Может тебе Просто Возопить В небо И сказать Господь Я хочу Видеть Я хочу Слышать Я хочу Иметь Сердце Чувствительное Которое Различает Что есть Царство Божье Потому что Вам Дано Знать Тайны Царства Божьего Пророкам Не дано Было Не завидуй Пророкам Потому что Они завидовали Тебе Ты Больше Чем Все Пророки Не завидуй Пророкам Они Хотели Вникнуть Они Ждали Это Время В Которое Ты Сегодня Живешь И что И пасуешь И просто Сидишь И просто Накапливаешь Откровения Каждый день Свежие Откровения Начни Реализовывать Начни Воплощать Становись Уже Реализатором Откровений Аминь Реализовывать 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 Реализовывать